Привет всем! С вами Антон Кучумов, сайт Workout Fitness городских улиц, и в сегодняшней серии видеоблога мы расскажем об очередной очень и очень интересующей вас теме. Сегодня речь пойдет о том, почему вы не можете похудеть, как бы вы ни старались. Сразу предупрежу, что сегодняшний выпуск получился немного таким попсовым, как по стилю подачи, так и по содержанию материала. Многие, может быть, не узнают для себя ничего нового, но, тем не менее, это именно те самые популярные причины, по которым люди не могут похудеть. И давайте еще раз обратим внимание на те ошибки, которые могут быть допущены, и как их исправить. Так что погнали! Причина номер один. Возможно, вы совсем недавно начали заниматься. Поймите правильно, если вы в течение многих лет вели не самый активный, скажем так, образ жизни, и потом в одночасье решили изменить себя, то вашему организму потребуется время, чтобы просто начать меняться. И если вы пока еще не начали худеть, хотя все делаете правильно, то причина заключается именно в этом. Вам требуется немножко больше времени. Посмотрите на аналогию с маховиком. Если маховик уже раскручен в одну сторону, то вам потребуется приложить очень много усилий для того, чтобы заставить его двигаться в противоположном направлении. Но зато, когда он начнет двигаться в нужном вам направлении, поддерживать это движение будет уже не так сложно. Следующая причина — это, возможно, ваша нетерпеливость. Если вы ставите перед собой глобальные цели, то и сроки нужно им ставить соответствующие. Не нужно думать, что вы сможете похудеть на 10 килограмм за неделю или даже за месяц, чтобы вам там не обещали различные глянцевые журналы. Но если вы поставите перед собой реалистичную цель, скажем, худеть на 200 или 500 грамм в неделю, что довольно безопасно для здоровья, то уже через 5 месяцев вы сможете похудеть на 5-10 килограмм. А это не так мало, согласитесь. Так что сфокусируйтесь на том, чтобы двигаться вперед, шаг за шагом, и спустя определенное время вы достигнете успеха. Кстати, еще одна из причин, почему вы можете не худеть — это сидячий образ жизни. То есть вы недостаточно двигаетесь в течение дня. Сами посудите. Вы сидите по дороге на работу, вы сидите на работе, вы приходите с работы домой, и что вы делаете? Снова садитесь за компьютером, посмотрите там любимый сериал или посерфите в интернете. В таких условиях организм просто не понимает, зачем ему нужно худеть. Таким образом, если вы хотите ускорить процесс похудения, начните больше двигаться. И это может проявляться в самых простых вещах. Вы можете поставить машину чуть подальше от офиса и пройтись пешком. Вы можете отказаться от лифта и ходить пешком по лестницам. Вариантов можно придумать массу, но ваша задача — показать организму, что вам действительно нужно начать худеть, начать тратить больше калорий. И это приблизит вас к желаемой цели. Двигаемся дальше, и очень часто при общении с людьми, которые хотят привести себя в форму и похудеть, я замечаю, что единственное, о чём они думают, это то число, которое показывают их весы, и больше ни о чём другом. Но это неправильно. Люди одинакового веса, но разной комплекции, то есть у кого-то больше мышц и меньше жира, а у другого больше жира и меньше мышц, будут выглядеть совершенно по-разному. Поэтому в действительности то, на что вам нужно обращать внимание, это ваш внешний вид. Ну, ещё на здоровье, конечно. Но вы должны смотреть, как вы видите себя в зеркало. А ещё лучше делать фотографии, потому что взгляд со стороны действительно даст вам объективную картину. Если у вас уже соблюдается баланс калорий и просто происходит процесс замены жировой ткани мышечной, то есть вы меняете композицию тела, да, на самом деле жир в мышцах нельзя перегнать, это ерунда, но вы меняете композицию своего тела, ваш вес, который показывают весы, может оставаться постоянным, но внешне вы изменитесь, и это не останется незамеченным. И ещё одной возможной причиной, почему вам не удаётся похудеть, является недостаток сна. Сон, в принципе, это критически важная штука для организма, и очень-очень важно высыпаться. Потому что именно во время сна вы устанавливаете потраченные ресурсы. И если организм не высыпается, то в первую очередь он будет думать о том, как восполнить ресурсы, а не о том, как изменить себя и адаптироваться к желаемым вами целям. Поэтому обязательно спите хотя бы рекомендуемые 8 часов в день. Если не можете за раз, то делайте перерыв в течение дня, там, днём поспите, если есть такая возможность. Но сон — это очень важно, и без него будет очень сложно двигаться вперёд. Следующая причина — это нервы. Если вы слишком много нервничаете, то стресс оказывает разрушительное воздействие на ваш организм. Это сложное явление, чтобы вкратце о нём рассказать, поэтому просто примите к сведению, что стресс оказывает влияние на выработку гормонов, на ваше настроение, на вашу мотивацию, и в том числе на работу вашего организма. Поэтому, если вы хотите похудеть, то одна из первых вещей, о которых вам нужно задуматься, это о том, чтобы меньше нервничать. В принципе, на самом деле, с опытом вы поймёте, что не так много вещей в этой жизни, из-за которых стоит нервничать, а по большому счёту больше 100 людей просто переживает из-за всякой ерунды, о которой даже не нужно беспокоиться. Поэтому не нервничайте по пустякам, и всё у вас будет хорошо. Идём дальше и поговорим о постоянстве. Как вы уже знаете, только постоянные регулярные действия приносят результат. Если же вы занимаетесь приведением вся форма только от случая к случаю, от времени к времени, там, перед Новым годом или перед летними каникулами, я не знаю, это получится ерунда. Невозможно построить дом за неделю, да? Это требует времени. Кирпичик за кирпичиком. Я уже об этом рассказывал, и не раз, и не раз ещё об этом расскажу. Но суть в том, что только регулярные тренировки и регулярное внимательное отношение к тому, что вы едите и сколько вы этого едите, дают результат. Поэтому следите за тем, чтобы ваши действия носили регулярный характер, и всё получится. Вполне возможно, что вы не можете похудеть дальше, потому что застряли на определённом месте, и вам просто нужно что-то изменить. Очень часто процесс похудения не является плавным и непрерывным. То есть обычная история, когда вы что-то изменили в своём рационе, что-то изменили в своих тренировках, начали меняться, достигли какого-то определённого уровня в похудении, похудели там на пару-тройку килограмм условно, после этого вам нужно внести ещё изменения, потому что ваш организм уже адаптировался, и ему нужен новый стимул для того, чтобы продолжить меняться дальше. Если же вы просто будете продолжать то, что делали и до этого, то вы останетесь на том уровне, который вы смогли достигнуть, просто потому что у вас больше нет стимула к дальнейшему движению. Можете представить себя стоящей перед закрытой дверью с ворохом ключей в кармане. Если вы уже использовали какой-то ключ из этой связки, и он помог вам открыть предыдущую дверь, это вовсе не значит, что он поможет вам открыть ей дверь, которая стоит перед вами. Но если у вас связка ключей, найдите тот, который позволит вам двигаться дальше. И используйте его. Также есть небольшая вероятность того, что у вас есть сложность с похудением из-за состояния вашего здоровья. Например, если у вас низкий уровень гормонов щитовидной железы. Но, опять же, состояние здоровья – это скорее следствие того образа жизни, который вы ведёте. И если вы измените свой образ жизни, то сможете измениться. Но, всё-таки, если есть такие подозрения, то сходите к врачу, прообследуйтесь. Есть маленький вид, что это действительно так. Хотя для большинства людей здесь нет никакой проблемы. Похудение – это двусторонний процесс, которому можно двигаться с разных сторон, да? Если, допустим, в центре находится вот желаемый результат, который вы хотите достигнуть, то вы можете либо уменьшать калории, либо увеличить свою активность и тратить больше калорий. А об этом я уже говорил в видеоблоге. Таким образом, следите за тем, чтобы ваши тренировки были действительно интенсивные. Потому что важно не их количество и не их продолжительность, а то, что вы делаете на этих тренировках. Если эти тренировки настроены на то, чтобы заставить вас измениться, если они бросают вам вызов, если каждый раз вы пытаетесь делать чуточку больше, чем делали до этого, то организм просто не сможет не измениться. Он будет вынужден адаптироваться под изменяющиеся условия. А это значит, вы будете делать шаги навстречу своему желаемому результату. На самом деле, если резюмировать всё, что я рассказал в сегодняшнем видео, то это всё сводится всего лишь к одной простой вещи. Вам необходимо изменить свой образ жизни. Только таким образом вы сможете худеть и достигать того уровня, того веса, того внешнего вида, который вы хотите. Потому что наш внешний вид — это всего лишь проекция того образа жизни, это следствие того образа жизни, который мы ведём. И не изменив свой образ жизни, вы не сможете измениться. Как бы вы ни старались, это просто невозможно, ребята. Вот и всё на сегодня. С вами был Антон Кучумов. До встречи в следующих роликах. Ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях, если есть. И буду рад видеть вас на тренировках в Москве или других городах. Увидимся. Пока.